Здорово ребятушки, с вами Аладушки. Привет, привет. Привет, здорово. Чаёчек, чаёчек, осторожней, не налегай на чаёчек, а то потом ещё... Не будешь? О, 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 смотри. А почему без остановки? Да, мы тут, короче, пока здоровались, тут произошли некоторые изменения. Во-первых, ребятушки, тут зима, ёлка, все дела. Во-вторых, нам написал разработчик этой игры, говорит, у него тут обновы, у него тут новые вещи. Во-первых, красные электрички, я не помню, чтобы я видел красную электричку, потому что мы катались на зелёной. Во-вторых, тут на путях стояли два поезда, один обычный РЖД, другой синий. Синий, к сожалению, не ушёл пока что. И тут есть ещё кое-что. Тут вот красная электричка появилась, тут вот эта зелёная электричка, и, ребятушки, внимание, смотрите, что там ещё есть. Тан-тан-тан! Электричка, электричка здорового человека, электричка курильщика. Да как залезть в это? Просто серьёзно, это будет как сиквел. Но фишка в том, что в старую электричку залезть нельзя, она вся такая пошарпанная, ободранная, всё как мы любим, но на самом деле нет. Я на электричках не ездил уже, наверное, лет семь. В принципе. Поэтому я не знаю, как... Когда я на них ездил. Я не знаю, как там сейчас должно быть. Когда я на них ездил, там были... На чём я ездил? Да, на вот таких вот зелёных и на вот таких вот красных. И там внутри были деревянные лавочки. Наверное, потому что оригинальные были уже пошарпаны. Их уже не осталось. О, красная уехала. Мне интересно, вот эти две, если мы... А, в эти тоже нельзя сесть, это всё музейное, я понял. То есть всё то, что стоит на этих путях, оно... Непутёвое. А в красную? Я по ней ходил, в неё тоже нельзя залезть. По ней. О, смотри. Да, я на неё залез. Ну, кажется, во-первых, они неправильно написали. Нет, это просто зеркальный принт. А, то есть надо смотреть с другой стороны, да? Ну, нет, я думаю, что это просто ошибка в том, что это зеркальный принт. Ты же знаешь, как это... Да. На испанском такой чичичипи, чичичипи. СССР, чичичипи. Блин, кстати, прикольно. Давайте тогда подождём, пока что-то придёт, раз уж у нас эти электрички не активны. Давайте подождём, пока придёт какая-то электричка или поезд, сядем, прокатимся. Я, кстати, столько же чая пью обычно. В жизни? Да. Бедная твоя жизнь. Есть такое. Телепорт. Да, да, кстати, вот эта фишка была довольно интересная в прошлый раз, что в режиме про поезда есть телепорт. Тут же фишка как раз в том, чтобы на поезде покататься, не? Вот ты говоришь, как бы, вот. Ты коту показывал? Чё? Ты коту показывал видос, который я тебе скидывал, как мы с горки катались? Нет, 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 не показывал. Ну вот потом покажешь. Вы вроде очень даже близко друг друга находитесь. Да. А почему меня не телепортнуло? А всё до связи. Э! Блин, там, кстати, это, паровозик под ёлочкой ездит. Паровозичек. Вы на какую станцию? На телепорации. Лесная? Всё, я пошёл. Идите, телепорт, идите, телепорт. Всё, нечёт. Да. Ага. О! Тут это, разносоставные вагоны. Кстати, этого тоже ещё не было. Давай, залазь. В КП-шку. В КП-шке свет включили, во-первых. По-моему... Ой, у меня коты в другое купе пролезли. Ну ладно. Садись. Я могу на верхнюю полку сесть? Ты чё, любишь на верхних ездить? Ну а чё? Или в смысле твой девиз наверху? Да-да-да. Сейчас я посчитаю, я, может, лет 10 назад ездил. Удобно тебе, блин? На чайнике-то ездить, а? Так. Да, можно. Чай. Чай, выписи, пожалуйста. Я пью чай сбоку или нет? Нет. Ну ты вроде пьёшь, но... Он телепортируется. О, мы поехали. Ура! Ура! Обожайте моменты. Так, убираем чашку. Мы собираем. Прыгни, если ты рад, да? Слушай, прикольно. Появилась вот эта вот заснеженная обочина, появилась... Окошко. Какая окошко? О, слушай, вот тут твои крылья как раз будут очень кстати в пути, чтобы было что почитать. Итак, ребят, кто какие истории знает? Я вижу, ты своего кота наверх закинул, да? Сейчас, подожди. Истории? Истории? Это я могу. Я их могу и не один чай строить. Ну так вот, нам ехать долго. Матрасы наверху. Мы сидим внизу. Всё хорошо. Так, сейчас я вспомню. Раз у нас эстонское обновление, значит история будет из эстонского флота. Давай. Супер. Только не начинай её однажды в музыкальном лагере, да? Не-не-не-не-не, она там... Это самое, немножко про другое. Ну хоть и не про монгольский флот, и то хорошо. Вот таких историй я не знаю. Я просто подписан на чела, у него ник... О, мы куда-то приехали на какую-то станцию. Да, и что за... Ты больше его рекламировать не будешь? Могу. Я не знаю, если хочешь, давай. У нас канал без рекламы, поэтому можешь просто произнести, и всё. Ник у него злобный, короче. Чел отлично снимает байки. Я довольно-таки часто залипаю, как бы, на его исторические байки. Круто. Слушай, там поезд синий. Посиневший. У нас вообще такой разнобитный составчик. Да, так что за история? Ну вот, история из эстонского флота. Да-да, такой тоже был. Был? Куда он делся? Потом. Это был спойлер на конец истории? Как он исчез? Не-не-не-не-не. Было крейсер Бай... Нет, я не помню. А, крейсер А. Китобойное судно 1930-го года, короче. Приделали противоавиационную пушку. Сделали его убийцей авианосцев. Ну так вот, собирали весь экипаж, сказали, вы на дежурстве, никому никуда не уходите, а я буду завтра с поднятием флага. И удалился. Потом они услышали ту же самую историю от офицера, и в итоге офицеры на корабле закончились. На стихийном митинге моряки решили анархии не допускать. А также разобраться, что значит из армии не уходить. В итоге, при многократном переводе эстонский-русский-русский-эстонский, было принято. Из армии не уходите. На дежурном корабле оставить дежурного матроса, если будет скучно, то пусть по флоту погуляет, еще пару дежурных найдет. Команде из армии не уходить. Мы приехали обратно. Неважно, сидим дальше. Так вот, идет тревога. Дежурному кораблю Ахти выйти в море. Ну, дежурный, давай искать остальных моряков, потому что неприлично двум офицерам командовать одним матросом. Побежал в кабак, забрал остальных. Так. Офицеры одного не нашли. Думают, куда... Что делать? Звонить, как бы, номера не знают. И тут один из матросов принял гениальное решение, как никого не подставить. Потому что, страна-то маленькая, найдут ведь. И позвонил главному командующую базу. В итоге, мол, сказали в море выйти, а командира найти не могут. Ну, офицеры... Ну, главнокомандующая база говорит, сейчас все уладим. В итоге, корабль провожало все высшее командование эстонского флота. На этом мероприятии ни одного приличного слова не прозвучало. Говорят, даже предлоги какие-то матерные были. В итоге... Слушай, мы... Мы, по-моему, опять... Ты видишь это, да? Да, все нормально. Так и должно быть. Мы под картой. Я всегда найду шанс вылезти под карта. Ну, так вот. Заводятся и проплывают пару метров, и главный двигатель гаснет. Что за маневры? Оказывается, в баках, в топливном отделении, мерная трубка с топливом выглядит одинаково и полной, и пустой. То есть, когда пустой, и когда полной, выглядит одинаково. В итоге, они переключились на резервное питание и уплыли. Тогда один из матросов подумал, что их утопят силами собственного флота. А всем скажем, что это российское супероружие. И всем хорошо, Россию боятся, историю жалеют деньгами, а эти идиоты умирают героями. Это очень сильно похоже на историю севернокорейской подводной лодки, когда они шпионили за Южной Кореей, лодку подбили. И, в общем, не знаю, кто хочет, посмотрите эту историю. Я ее не настолько хорошо помню, чтобы рассказывать, но раз уж мы говорим про идиотов на воде, то вот история севернокорейской подводной лодки загуглите, там, не знаю, в Википедию сходите, посмотрите. По-моему, очень прикольно. Кстати, примерно так же все, вот как ты и сейчас сказал, примерно так же и называла серия. А, я понял, я понял. Другой поезд! А ничего, что мы вообще-то едем в поезде и говорим про лодки? Ладно, я думаю... Адмирал Дредд, привет, чувак. Я думаю, ты оценишь, если ты будешь это смотреть. Другой поезд! Где он? Ну, вон, смотри. А, ну, раз уж мы... Да, там еще один поезд. О! О! Вот это, да. А че он... А почему? Раз уж заговорили про подводные лодки, то расскажу-ка я, как немцы в прямом смысле поцрали подводную лодку. Ого. Короче, морские строители пытались решить проблему, ну, с отходами. Как бы, обычно же в подводных лодках оно все складывается в контейнере. Ну, так вот, немецкие инженеры придумали. Да ладно, погоди, какой год это был? Потому что подводные лодки того времени, они под воду уходили там, не знаю, на пару часов. Они же были надводными в основном. Вторая мировая. Ну, да. Ну, то есть это не должно было быть большой проблемой. Ну, так вот... Ну, там как раз все решения было. Сейчас расскажу. Угу. Решили сделать вакуумный туалет. И... Как бы... Устройство было сложным, поэтому на этот самый... На корабле... Ну, на лодке был специальный человек, который с этим хорошо разбирался. Ну, так вот... Британцы назвали его, по-моему, менеджер по утилизации отходов. Немцы же словами не разбрасывались, называли его просто человек дерьмо. Вон, синий поезд, кстати, извиняюсь, что перебиваю. Тот, который мы видели в начале серии, вон он. Садимся. Ладно, пойдем. Наша пересадка. Так он же опять под землю уйдет. Ну, так вот. Я вообще предлагал в город прыгнуть, когда мы... это, до города дойдем. Ну, вы где? Садимся. До сяди. Мы сейчас под землю улетим. Это нормально. Ну, так вот. Один из офицеров решил посетить кабинку неинтересного инженера. Разобрался со смывом и позвал специального человека. Ну, так вот. Он допустил огромную ошибку. Дело в том, что этот самый... Отходы выбрасывались наружу, а они были на глубине. Поэтому давления для выброса не хватало. А вот для вброса самое то. Ну, я понял. Снаружи передавило давлением. Да. В итоге их вбило в стену. Они кое-как закрыли, были повреждены батареей и пришлось всплывать. Где на подводную лодку набросились британцы. Крутяк. В итоге все приняли решение затопить о затоплении подводной лодки и срочнейшей эвакуации. Теперь, внимание, вопрос. Если лодку затопили, кто та скотина, которая рассказала про этот позор всем остальным? Могли бы просто молчать и никто бы об этом не узнал. Прикол в том, что все спаслись. Кого-то перехватили британские корабли в море, а кого-то уже достали на береге. На берегу. Да, я понял. Это, кстати, прикольно. Это весело. Еще и другой поезд. Где? Где? Что? Где? Не вижу. Стоп. 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 Где? У! Красная электричка. Привет. У! Тут все поезда ходят задом наперед, да, я так понимаю? Да. Так и должно быть. Это изнанка природы. Вот как она выглядит. Я предлагаю поехать в город, как только мы наверх поднимемся. Я думаю, что как только мы поднимемся наверх, мы уже приедем на нашу станцию. У меня такое ощущение. Мы, по-моему, уже даже сейчас идем на взлет, нет? Посмотри, как поезд перекатил. А, не, мне кажется. На взлете, да? Ну, я имею в виду, что вверх. Прыгнете для халявных рабацев. Да, да, да. Еще нажмите Alt F4 для быстрейшей загрузки. Так. А я прыгну. Не, на самом деле, последнюю такую интересную историю про подводные лодки, особенно немецкие, я слышал про то, как они изобретали шноркель. Ну, то есть, как можно было на малой глубине использовать дизельный двигатель. Это было довольно прикольно. На тот момент очень даже инновационно, потому что использовали чисто электрический, потому что некуда было девать выхлоп. Вот. Ну, в общем-то, так. Такая у нас сегодня получается какая-то железнодорожно-подводная серия, да? Могу этот самый, наземные серии. Точнее, этот самый, истории. А куда ты делся? Я? Пыгнул. Зачем? А, ну, он умер. Ну, я прыгнул, все. Блин. Какое вам дело? Тут стало пусто. Ну, мы вдвоем сидим, да и нормально я включаю и рассказываю истории. Я говорю, эти истории могу и не один час рассказывать. Блин, надо, будем когда-то куда-то ехать несколько дней, я тебя позову. О, мы уже почти приехали, кстати, смотри. Я до города хочу. В смысле, ты же прыгнул. Ну да, я сейчас сяду на другой поезд и иду за городом, мне интересно, что там. Погоди, сейчас вот это, мне интересно, что будет, вот эта штука над нами. О, нас поднимает, да, все-все-все, нас похищают инопланетяне, смотри. Опа! Как этот самый, видел немецкий самолет, Хоу-229, по-моему. Да-да-да. Пыщ, пыщ, оооо. Хорошо. Я водитель. Наша станция, мы... А с платформы говорят, это город... Ой, блин, поезд, 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 черт! Павлю. Ай. Я застряю. Я же тебе говорил, не надо, дети, не бегайте по путям. Не впервой. Застрять? Да. Вот. В общем-то, не знаю, прикольно. Завезли обнову. Я очень рад, спасибо, что не бросаете эту игру. Спасибо, что развиваете дальше, привозите новые фишечки, новые ивентики. ну, ивентики. Зима, ёлка, Новый год, это уже ивент. Так что, хорошо. Новые вагоны, новые поезда. Мне понравилось. Не знаю, ребят, говорите, как вам. Отличная игра. Прикольно. Я байки потравил. Мне вообще прекрасно. Каждый здесь найдёт что-то своё. Всё, ребятушки. Думаю, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-побра. Все молодышек. И всем покеда. Всем покеда. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»